Потом я наткнулась в интернете на статью «Медсестра в травмцентре» с упоминанием полностью фамилии, имени и отчества. Покончила с собой. Вы, получается, в соцсетях вы там с нами, да? К сожалению, да. Это тот человек, который всегда ищет плюсы. Ну вот, старается не рассказывать о проблемах, не погружать в свои проблемы каких-то посторонних людей. То есть она вот для меня всегда останется, вы знаете, жизнерадостным человеком. Это я сейчас... Она написала, что проблемы на работе, что работает на двух ставках, платят за полторы. У нее оказывалось давление страны руководства, ее запугивали. Написала заявление на увольнение. Я была очень поражена, честно скажу, как бы не думала. Подвергалось давлению страны руководства. Во-первых, график. Маленький ребенок, практически не видит семью из-за работы. Она трудоголик, не из легких работ, а морально устойчива для того, чтобы выдерживать смены. То у них есть старшая медсестра, и, ну, как бы, навряд ли ей грозит какое-либо повышение. До ее смерти. Я искала медсестру, ну, себе в коллектив. Возьмете, не возьмете? Я говорю, конечно, возьмете. Памя с ногами вообще, нам какие люди нужны. С учетом ее стажа, опыта. Какие-то другие организации она не рассматривает. Никуда они планируют переводиться. Ну, мы можем цепляться, конечно, к словам. Да, и, соответственно, нет, мы сейчас цепляемся к словам. Да, не могу понять, что от меня хочет адвокат, поэтому, честно, я, скажем, я до сих пор не верю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин